Найбуйнейшее информационное агентство Республики Белта презентует в Гродне экспозицию под названием «Имгнение стагодзя». На выставке собраны самые яркие сделки за 100 год работы агентства. До конца 2018-го, юбилейного для Белты года, экспозиция наведает все областные центры и Минск. Одночасово с выставкой проходит презентация уникальной архивной фотоподборки про досягнений каждого особенного региона. Юбилейная выстава «Белта» и «Мгнение стагодзя» складена с 36 широкоформатных фотографий, которые отлюстровывают основные вехи истории Беларуси с 1918 года, хотя перешний час. Основная частка экспозиции дополнена уникальными архивными кадрами с историей кожного региона. Так у Гродни можно познайомиться с эксклюзивными фотофактами таких важнейших падей, как народжение Республиканского фестиваля национальных культур и развитие парка «Августовский канал». Всего фотоснимков более 60. Мы постарались показать историю зарождения того же фестиваля, историю строительства августовского канала. Естественно, в центре кадра любого нашего плаката абсолютно это человек. Это простой человек, это его эмоции, это его труд, это, скажем так, его будни. Информационное агентство Белта, оно как раз таки весь час працювало и працюет на консолидацию беларусского громадства. То, что мы видим, то, что мы можем увидеть на ведомниках вот этой выставы, оно показывает разные сторонки развития нашей республики в складе Советского Союза, когда оно уже стало независимой державой. Тут одни из них, одни из дымки, и они заставляют нас еще раз порадоваться темы славными подземьями, которые отбывались, вот я тут вижу перемогу нашей олимпийской сборной, недавнюю перемогу олимпийской сборной по биатлону на олимпийских бурнях. Так само тут представлены те трагичные сторонки нашей истории, и они так само заставляют задуматься. Старт великому проекту и мгнение 100 года был даден в Бресте. Догродная экспозиция информационного агентства выставлялась в Витебску. На чарде Солигорск, потом Гомель и Могилев. Завершится юбилейная вандровка в Снежне. Конечный припынок – Минск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова